Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Каждую пятницу в 18.00 рязанцы могут прийти на улицу Почтовая и оказаться в самом центре культурной жизни нашего города. Музыканты и танцоры, выставки и ярмарки, концерты и детские праздники. Фестивальное лето «Встреча на Почтовой» уже стартовало. О нюансах программы и акцентах этого года нам расскажет куратор проекта Игорь Павлов. Здравствуйте, Игорь! Добрый вечер всем! Здравствуйте! «Встреча на Почтовой» – проект, который себя уже зарекомендовал. О нем знают очень многие рязанцы, но, наверное, никто не знает, с чего он начался. Расскажите, как родилась идея проекта? За два года до того, как он появился на Почтовой, а на Почтовой в этом году уже третий сезон, то есть, получается, где-то пять лет назад мы провели фестиваль на День города на всеми любимом нашем месте отдыха, всех рязанцев на берегу Орехового озера. В свое время там давным-давно проводился песен-туристический фестиваль «Орешек». Вот мы решили, ну, не то чтобы возродить его, но сделали такой праздник в рамках Дня города, тоже назвали его «Орешек». У нас была не только одна сцена, а много-много разных площадок было. Вода позволяла на воде делать развлечения, зеленая полоса с травой, с лесом зеленые зоны, асфальт, то есть там соревнования, ну, в общем, много разных развлечений было. И нам эта идея настолько понравилась, что на следующий год мы уже создали на берегу этого озера в пляжной зоне фестивальный городок, который, вот им так и назвали, фестивальный городок «Ореховый берег». Он работал, этот фестивальный городок, все лето. Три месяца, с 1 июня по сентябрь, мы проводили там каждую субботу и каждое воскресенье, то есть два дня в неделю, праздники. Разный там и День Нептуна, и вот все, что там не было, и спортивные, и детские, и исторические праздники. И глава города тогда посетил этот праздник, ему эта идея безумно понравилась, и нам предложили, что вот, а давайте-ка, может быть, на следующее лето мы это все сделаем в центре города. Как раз к тому времени закончилась реконструкция почтовая, то есть положили вот эту плитку, положили, значит, убрали там транспорт весь, убрали границы между тротуаром и проезжей частью, тем самым зрительная улица очень сильно расширилась, и вот ремонт этой улицы сделали, ее благоустроили, а жизнь, вот в нее нужно было вдохнуть вот эту ту самую жизнь, чтобы улица зажила своей жизнью, как настоящая центральная улица города, пешеходная именно улица. Мы, конечно, перед этим посетили разные площадки, ну, и в том числе и в Москве, и во Владимире, и в Тамбове, и в Ярославле, вот смотрели, как там это все организовывается, там тоже есть подобные такие вещи, но такого вот масштаба, ну, помимо Москвы, конечно, мы не видели нигде. Был один проект в Перми, но там фестиваль длился месяц, у них ровно месяц шел фестиваль, но там были ежедневные праздники, то есть у них 30 праздников проходило, но в течение месяца. Каждый день своя тематика. У нас это в течение трех с половиной месяцев идет, но раз в неделю. Первый сезон мы решили попробовать, так как у нас на Орешке в субботу-воскресенье проходили мероприятия, мы, естественно, здесь тоже сначала думали субботу, ну, выходной день, суббота-воскресенье, пятницу вот попробовали в вечернее время. Но вот первые же несколько мероприятий нам показали, что по пятницам люди есть, в субботу-воскресенье активность очень сильно падает. Мы сделали вывод, что как раз суббота-воскресенье, лето, все за городом. Тот же самый Орешек пляж работал, а здесь в центре города уже не работает. Пятница, все еще не разъехались, после работы, после учебы все заходят на почтовую. Вроде как уже рабочая неделя закончилась, но еще выходные все впереди. Но настолько это сильно сработало, что люди вот этой самой нашей пятницы, они резко меняют свою рабочую неделю на уикенд на свой. То есть после праздника люди уже такие отдохнувшие, уже счастливые, уже довольные, еще целых два дня впереди выходных. И это настолько вот был четкий ход такой маркетинговый, что вот прям попало. И со второго же года у нас уже пошла популярность, а сейчас третий год мы вот на первых даже наших мероприятиях уже видим, ну не то чтобы аншлаг, но по крайней мере людей у нас очень много. И желающих участвовать очень много уже. Сами подают заявки. Если первые годы мы сами искали, привлекали туда людей, то сейчас уже сами люди к нам пишут. Есть какая-то статистика, сколько людей посетило ваше мероприятие, например, в прошлом сезоне? И какие ожидания на этот сезон? Ну, я думаю, что в среднем, если в среднем, может быть, ну самый такой, если не очень удачная погода, все равно меньше тысячи, там точно полутора тысяч не бывает. А в хорошие праздники, при хорошей погоде, при хороших обстоятельствах, там, например, у нас фестиваль мороженого всегда пользуется огромной популярностью. Праздник День открытых дверей, накануне учебного года, мы проводим Волшебная страна знаний, когда все учебные заведения, дополнительного образования, спортивные секции, художественные школы, музыкальные школы, то есть куда нужно ребенка отдать дополнительно после занятий, куда-то записать секцию, в кружок или еще куда-то. Вот такой некий День открытых дверей, там у нас собирается, наверное, вообще весь город, там трудно даже пройти по этой улице. Улица 500 метров, полкилометра, шириной там метров 20, и вот она вся фактически забита людьми, как в троллейбусе, вот так вот проталкиваться надо. Вот то есть в такие праздники там и до 5000 собирается. Ну вот умножьте, в прошлом году было 19 праздников, но в среднем, даже если на 2000, это порядка 40-50 тысяч человек у нас прошло за лето. И причем статистика еще показывает, что очень много у нас теперь стало приезжих, что статистика ВКонтакте показывает, что нас посещают многие города, что вот мы видим людей, которые туда приходят, спрашивают, был такой случай, я гуляю по Кремлю, ко мне подходит молодая пара, парень с девушкой, и спрашивают, а вот вы не знаете, мы вот сейчас Кремль посмотрели, вы не знаете, как на почтовую проехать? Я говорю, о-о-о, я не только знаю, я говорю, я там имею прямое отношение. Я говорю, а вы кто, чего, откуда? Мы, говорит, вот слышали, что там вот такая вот красивая улица, праздники всегда. То есть они уже привыкли, что в Москве вот эти московские сезоны, Кузнецкий мост и прочие, вот эти все улицы, они насыщены таким вот, таким вот движухой такой. И вот это вот, вот, и я ему, естественно, объяснил, они поехали. То есть вот он, тот самый событийный туризм, о котором мы так долго говорим, вот тот самый проект фестивального лета, он самый что ни на есть на повышение туристической привлекательности работает. Как удается черпать вдохновение? Ведь 19 мероприятий, они все разные, каждый индивидуальный, свое лицо есть. Где черпать идеи? Идея, идея вот именно, что каждый праздник должен быть уникальным, потому что если мы начнем повторяться, то публика перестанет ходить. А у нас, ну, я не знаю, ну, процентов 40-50 постоянно аудитория ходит. Ну, начинаем с того, что просто берем календарь и смотрим по датам. Там есть всякий яблочный спас, там у нас есть день физкультурника, соответственно, праздник спортивный, спортивный Рязань, и так далее. Там Троица, какой-то такой, день Февронии, Петра, вот этого. И мы вот смотрим, просто что-то близко подходит. Например, на Всемирный день шоколада мы проводим вот фестиваль мороженого. В этом году мы его расширили, границы, фестиваль сладостей будет, там не только мороженое будет, но и все другие тортики, конфеточки, угощения, напитки сладкие, то есть более расширенный вариант. Это тоже к Всемирному дню шоколада приурочено. День экологии вот будем праздновать. Ну, то есть вот какие-то даты смотрим, чтобы это не просто так было. Вот в этом году так совпало, что именно в пятницу, именно 23 июня совсем вот скоро Всемирный день Балалайки празднуется. У нас так и называется День Балалайки праздник. Мы ведем переговоры, сейчас пригласим замечательный дуэт из Москвы. Два Балалайчника, в Америке гастролируют, но 20 июня они прилетают, и вот сейчас ведем, чтобы они сразу же фактически с самолета к нам. Каждый праздник у нас уникальный, сценарий свой, сквозное действие на сцене какое-то. Но вот у нас концепция такая, что сцена – это не главная площадка. У нас главная площадка – это вся улица. От 20 до 40 площадок бывает вот вдоль всей улицы. Сцена – это одна из площадок, одна из этих 20. Мы не делаем того, что вот на сцене все звезды, а там у нас так себе. У нас все везде равномерно. В вашей группе ВКонтакте есть опрос, где каждый желающий, по сути, может предложить свою версию праздника, того, что он хотел бы увидеть. Вот какие-то идеи уже удалось реализовать оттуда? Что предлагают рязанцы? У нас есть этот опрос, мы смотрим, и люди предлагают, они, может быть, даже не концепцию праздника предлагают, они какие-то фишечки такие, которые мы обязательно внедряем. Кто-то что-то предложил, кто-то что-то уникальное может делать, мы обязательно с таким человеком связываемся, приглашаем его либо на сцену, либо на целую площадку, если это ему нужно. И таких вот примеров их просто десятки. Глава администрации нам именно ставит такую задачу, что нужно работать с населением. То есть нужно у нас, вот концепция праздника, еще одна из таких концепций, то, что вот у нас не одна сцена, а вся улица является площадкой. Вторая концепция, то, что во времени и в пространстве у нас, то есть много точек, и все это растянуто на весь летний период. Еще одна из концепций, мы не должны делать пассивные праздники, а делать активные праздники. Что такое пассивный праздник? Ну, это, например, берется, перевозится звезда, супер-мега-звезда, ставится сцена, собирается 10 тысяч человек, это вот пассивные праздники у нас на площади Победы проходят. Просто люди пришли, два часа отстояли у сцены, покивали, похлопали, все, разошлись. То есть это такой, он тоже такой праздник нужен, он тоже здорово, но он пассивный, то есть люди ни во что не вовлечены. У нас все гости нашего праздника, они вовлечены в этот праздник. На всех площадках у нас везде интерактив. Это главная задача. Даже на сцене, помимо концерта, между концертными номерами мы обязательно интерактив вставляем. То есть у нас всегда интерактивные ведущие, которые конкурсы проводят, викторины, розыгрыши, то есть постоянно подарки. Расскажите, это традиционный будет сезон или нас ждут какие-то перемены? Ага, не случайный вопрос. Я так думаю, что вы уже что-то знаете. Да, действительно, перемены будут не только в самом насыщении нашей программы фестивального лета на Почтовой. Мы в этом году решили, то есть у нас не только реконструировалась центральная улица, у нас сейчас идет такая тенденция развития наших городских парков. И это не только центральный парк. Это у нас городской парк за филармонией, это у нас парки в микрорайонах, это и в Канищевой песочни свои парки есть. И вот задача сейчас администрации ставится эти парки, тоже вдохнуть в них жизнь. Вот как мы вдохнули на Почтовую, она зажила сама теперь, у нее душа появилась, не только красивый антураж, а еще и жизнь какая-то. Вот то же самое с парками нужно сделать. Поэтому с прошлого года запустились такие два новых проекта, как по воскресеньям у нас проходят мероприятия, семейные такие, и для более взрослого, что ли, населения. Может быть, там, тем, кому... Ну, не тем, кому за... А вот типа в формате дискотека 80-х, 90-х, ретро, вот, это в Центральном парке культуры и отдыха ЦПКО в Роще, там на танцверанде проходят каждое воскресенье мероприятия. Все мероприятия начинаются в одно и то же время, то есть люди уже привыкли, что можно к 6 вечера прийти, и в парке обязательно что-то будет. И с прошлого года мы попробовали запустить такую молодежную площадку в центре города, полюбившееся место, где в основном много всегда людей с гитарами, там с песнями, отдыхает в Центральном... Наш городской парк на улице Ленина, это за филармонией. По субботам мы там придумали, в прошлом году запустили новый проект, который так и назывался «Арт-субботник». То есть это творческие субботы, молодежный опен-эр. Там как сцена работает, так и могут... Верхняя асфальтированная площадка можно там на роликах, на скейтах кататься, там вот эти BMX-еры там свои соревноважки устраивают. То же самое, хэдмейщики потихонечку стали подтягиваться. И вот это вот в прошлом году, вот эти... Начались такие проекты. В принципе, народ стал на них ходить. Это теперь будет называться проект «Фестивальное лето Рязани». То есть сразу позиционировано, что это Рязань. Это даже если хэштег или там какие-то контакты, то уже позиционируют, что это в нашем городе фестивальное лето. Фестивальное лето Рязани будет состоять из трех проектов. Пятница – это встреча на почтовой, семейный праздник, семейный отдых. Субботы – это молодежные арт-субботники. Воскресенье – это более спокойные, ретро-таки вечера в парке. Именно парковая атмосфера, там тихие, под деревьями такие мероприятия делаются. И вот эти вот... Все эти три мероприятия, три проекта, именно каждый в свой день. И в одно и то же время, в шесть часов вечера. То есть и в пятницу, и в субботу, и с Ксеней мы получили теперь полный уикенд, занятости. То есть людям теперь не надо на отдых куда-то уезжать. Ну, днем съездили на пляж, съездили в лес, съездили... Вечером вернулись в город, и никакой Москвы не надо, никаких... У нас все есть у себя теперь в городе. На чем все-таки больше акцент делаете? На каких-то современных, молодежных, уличных форматах? Или больше традиций? Вот, балалаечные праздники, какие-то фольклорные направления? Понял, в смысле вопроса понял. Стараемся, чтобы вот не было перебора какого-то одного направления. То есть, если это классические праздники или праздники, ну, скажем так, с народным уклоном, с фольклорным там, у нас их, ну, буквально два-три за весь сезон. Ну, даже, я бы сказал, не три, а даже два, наверное, всего. Вот. Если это взять чисто молодежную тематику, то их тоже, получается, два-три, может быть, за все лето. Вот мы делали... Последний звонок у нас совпал, как раз это для молодежи было. День молодежи будет. Молодежный будет праздник где-то посреди августа. Новый будет, это именно стрит-арт-фест будет у нас, город будущего, где все самое такое продвинутое будет именно стрит. Уличное искусство будет все представлено. Там и ходулисты, и мимы будут, и клоуны, и уличные театры, уличные музыканты. В общем, все, что связано с уличным искусством, вот сделали в такой некий фестиваль. Ну, и на закрытие сезона у нас так попадает, что учеба начинается, там мы как бы студенческий праздник, это нам институты все помогают делать. Ну, он тоже для всех получается, он не совсем такой узкой, молодежный. Вот так вот по всем темам. То есть на протяжении этих 20 праздников за лето там всему находится место. В ближайшее время на что можно сходить? Будем проводить экологический фестиваль. То есть у нас год экологии, поэтому у нас экологически все наши организации будут представлены там. Будет проводиться благотворительный фестиваль в пользу бездомных животных, сообщества нашего, то есть поддержка. Ну, вот все в этой тематике, в этой плоскости. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Удачи вам в реализации проекта. Много-много зрителей и еще больше ярких форматов. А нашим зрителям я напомню, что сегодня на студии был куратор проекта «Фестивальное лето. Встреча на Почтовой» Игорь Павлов. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин